Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим вот такую немножко необычную нимфочку, которая актуальна зимой. Как вы видите, у меня расцветки их абсолютно-абсолютно разные, то есть в зависимости от условий рыбалки, освещенности, где мы будем находиться, они у меня уже подобраны. Давайте приступим. Я в качестве крючка использую, как обычно, или Тимка 200Р, или же вот крючки фирмы Страйк, которая для хопперов. Можно использовать и крючки Граб Шримп. Но учитывая то, что я буду тело изготавливать специфическое, мне недостаточно длины на крючках Граб и Шримп. То есть они не той формы будут, которую я запланировал. Я огрузил блестящей вот такой латунной белой бусинкой и дополнительно огрузил свинцом, который прокатал валиком, чтобы у меня была вот такая небольшая конусность. Закрепил обыкновенную нитку-ровницу, которая черного цвета. Можете ее не флосс, или же другой какой материал. Ну и как обычно, вот такой вот люрекс. Давайте изготовим тело, не доходя до нашего шарика, буквально пару миллиметров. Подготовили тело, немножко промазали клеем в месте крепления. И теперь аккуратно я выполняю один полный оборот у загиба и выбираю шаг, которым я буду двигаться. Чем ровнее, тем наша мушка будет, как говорится, иметь более привлекательный вид. Люрекс этот можно заменить на обыкновенный, любой другой люрекс. Но лучше, конечно, использовать в крайнем случае проволоку вот такого цвета. И использовать можно еще с наборов, которые продаются для рукоделия. Я вам уже неоднократно показывал. Вот такая цветовая гамма довольно-таки хорошо действует на нашу рыбу. Закрепим наш люрекс. Остатки я откушу. Теперь нам остается только лишь изготовить небольшую грудку. Можно не изготавливать, а пройти дальше ниткой. Но, учитывая то, что у меня, допустим, имеется, как всегда, и у вас тоже остатки, вот такие пера павлина, выполним здесь небольшую грудочку. Можно любым синтетическим дабингом блестящим. Это уже не принципиально. Ровно вот сколько у нас будет позволять наше с вами свободное пространство. Ни лапок, ничего мы с вами не изготавливаем. Потому что сейчас мы с вами еще будем скрывать лаком наше тело. Хорошо промотали. Нам позволяет место. Мы специально оставили. Закрепим теперь наше перо. Здесь можно уже нанести на нить капельку клея и удалить остатки. Удалили остатки. И теперь, как обычно, я беру вот такой лак-клей. Но и в таком вот варианте, в котором она изготовлена сейчас, если у вас нет под руками подходящего, допустим, материала, пожалуйста, его можно даже не вскрывать лаком. Мушка достаточно у нас крепкая и служить будет долго. Но учитывая то, что я изначально ее так планировал изготовить, поэтому я вскрою лаком. Теперь нам остается только лишь подождать, и наша мушка уже будет готова. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.